По поручению главы региона Мурата Кумпилова в Кашхабском районе прошел семинар-совещание с должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в государственных органах Республики Адыгея. Мероприятие было проведено Комитетом Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления совместно с сотрудниками управления главы Республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В работе семинар-совещания приняли участие заместители глав, председатели Совета народных депутатов и контрольно-счетных органов, главы поселений, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений Кашхабльского, Шовгеновского и Красногвардейского районов. Прибыли сюда по поручению главы Республики Адыгея нашего лидера Кумпилова Мураха Радеевича. Цель нашего визита сегодня не допустить срыва декларационной кампании, хотя времени осталось не так много до ее завершения. Но тем не менее мы пройдемся по основным изменениям, которые были внесены в методические рекомендации Министерства труда. Мой заместитель сегодня Тучин Дмитрий Александрович озвучивает основные изменения, которые были. Ваша задача как глав поселений, как ответственных по профилактике коррупции держать на контроле коллективов, с кем вы взаимодействуете, всячески оказывать всестороннюю консультативную помощь. Специалисты ответили на вопросы и разобрали типичные нарушения, выявляемые при приеме и анализе декларации государственных служащих. В рамках совещания обсуждались особенности применения методических рекомендаций, подготовленных Министерством труда России по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки. В частности, лицам, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в государственных органах, рекомендовано доводить положение методических рекомендаций до работников, обязанных предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, анализировать их с целью минимизации коррупционных правонарушений и негативных последствий. В целом, семинар прошел продуктивно и познавательно.